Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу выполнить запрос моих подписчиц. Несколько запросов одинаковых поступило. Как-то я давно по запросам не снимала, а тут я подумала, действительно, интересная тема, и мне хочется о ней поговорить. Тема летней обуви. Может быть, кому-то покажется это немножко, не знаю, негигиенично или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, кому хочется посмотреть, смотрите коллекцию моей летней обуви. Честно говоря, вот так собрала всю обувь. У меня, оказывается, нет суперярких вещей обуви, суперяркой. Все достаточно такое, не знаю, серенькое, беленькое, какая-то такая однотонная, не знаю, темная достаточно масса. Какая-то я более, наверное, консервативная, что ли, в плане обуви, в плане цветов для обуви. Вот. Отобрала я самые основные модели, которые я ношу чаще всего. Естественно, куча, гигантское количество обуви у меня есть. По всем шкафам рассованные коробки, которые наверняка уже надо выкинуть, потому что обувь я эту надевала очень долго. Вот. Ну, вот сейчас я отобрала самое такое, что вот у меня прямо в коридоре стоит, что я могу одеть и пойти, в зависимости от погоды. Вот. Огромное-огромное предисловие. Начинаем. Первое, наверное, что хочу сказать. Балетки я не очень люблю. То есть начинала я... Раньше я постоянно ходила на каблуках. Зимой, летом, в любое время года сапоги, туфли, вся обувь была на каблуке. Потом, когда у меня появилась машина, я поняла, что на каблуке мне водить неудобно, и я начала искать удобную обувь на любой сезон. У меня теперь есть обувь на плоской подошве, и ее большинство. Я также ношу на плоской подошве большинство своей обуви. У меня есть на плоской подошве, потому что, ну, как бы это не помпезно звучало, или, может быть, нелепо, но я хочу сохранить свои ноги в целости и сохранности, когда мне будет там 50 лет. То есть, как бы, мне достаточно тяжеловато. Я поняла, что после такого огромного перерыва я какое-то время постоянно носила на плоской подошве обувь без каблуков. И, конечно, потом перейти опять в тот темп и постоянно носить каблуки уже нереально. То есть, я как бы постоянно, целый день я уже не могу каблуки носить. И, на самом деле, меня это, с одной стороны, огорчает, и, с другой стороны, радует, потому что ноги, как бы, будут, грубо говоря, целее. То есть, я, ну, на выход, естественно, каблуки. Ну, и бывает такое настроение, когда хочется каблуки. То есть, вот в таких моментах я одеваю каблуки в основном. Во всем остальном я ношу плоскую обувь, на плоской, в смысле, подошве, на низкой. И поначалу я одевала балетки. Я покупала балетки. У меня их было очень много. Дешевые, дорогие, разные, красивые, некрасивые, всякие разные были. Я поняла, что форма балеток все-таки не моя, потому что, ну, как бы форма пальцев, она, в принципе, такая стандартная, и ничего мне не жмет, но больше удобная форма для вот таких тапочек, это вот в виде макосин. Макосин у меня много, но ношу я в основном вот эти два вида макосин. Вот это совершенно, не знаю, The Kingdom называется марка. Безымянный, грубо говоря, потому что я не могу сказать, что в каком-то этом магазине было куплено. Это просто, ну, в торговом центре, ну, не лотки, но отделы с обувью, и просто вот она, грубо говоря, такая ничейная стоит. Достаточно дорогие они были, по-моему, они турецкие, вот эти ботинки, макосины вот эти. Они замшевые, я безумно хотела вот этот мышиный цвет, потому что, кто бы что ни говорил, он подходит подо все. Его не видно на ноге, они безумно удобные, и даже в филармонии, во втором зале Маринки, в новом у нас было когда мероприятие, до мероприятия я ходила в них, да, и мне наплевать, как я выгляжу, потому что целый день проходить на каблуках, пока это все организовывается, а на самом мероприятии уже быть на издыхании, нет уж. Я сначала ходила в них, потому что у меня бежевое платье тоже было, а потом я одела каблуки, и на официальную часть я ходила в каблуках. Поэтому они, да, не супер красивые, не, не знаю, какого-то шика шарма они не несут, они удобные, они мягкие, в них пройдено не одна тысяча километров моими ногами, им два года, они абсолютно не разваливаются, то есть, я не знаю, если найдете, это Кингдом называется марка, не знаю, что это, ну, в обычных, то есть она не какая-то такая сетевая, то есть вот такие вот обычные макосины, они даже под мои пальчики уже вылезли, они безумно удобные, я надеваю их на голые, ноги не на голые, вообще без разницы, они не трут ничего. Дальше недавнее приобретение, вот этот косяк, конечно, меня раздражает, видите, камни, их надо выковыривать, но это надо какой-то найти эту палочку, не хочу, вот, другие макосины, немножко более спортивного, честно говоря, мне зацепила вот эта полоска, не знаю почему, она как бы, ну, тканевая такая, вставка, штучка такая, купила я их в Кари, магазин Кари, который а-ля центра, но еще примерно, не знаю, ну, еще нормальная такая обувь, у них носибельная, у них есть отдел, достаточно такой, недешевый обуви, которая позиционируется а-ля из кожи, вот, то есть тут значок, что она из кожи, я могу, я не супер, конечно, профессионал, не знаю кожи, не кожа, но очень похожа, по крайней мере, нога в них не потеет, что очень, и в тех тоже, что очень, как бы, радует, и в мокрую, и в сухую, в любую разную погоду, то есть сделаны они, вот, как бы, так основательно, то есть все прошито, у них на такой, достаточно, ну, толстой такой подошве, они более спортивные, но, единственное, они вот, вот, вот так, вот они, вот, расхлябываются, за счет вот этого шва, видите, вот тут шов идет, вот за счет него, они немножко расхлябываются, но в целом, они очень удобные, и опять синий цвет, я зафанатела этим летом, весной, почему-то синим цветом, поэтому я купила такие вот макосины, безумно удобные, безумно люблю, вот, форму макосин, это идеальная для моей ноги, форма обуви, просто, вот если бы можно было скупить все макосины мира, я бы их скупила, и меня безумно нравится, как, мне безумно нравится, когда на мужчинах еще макосины, просто меня, так нравится, вот, поехали дальше, а, стоили они 2, 2 500, то есть, это, наверное, самая дорогая обувь в каре, остальное все там 300, 400, 500, ну, 1000, ну, как центра, дальше в Праге я купила, такие вот, в их местном а-ля центра, марка Грейсленд, вот она, тапки, буквально они стоили, ну, я их тапками называю, конечно, это не тапки, это такие, не знаю, не сандали, ну, что-то, в общем, шлепки, стоили они буквально, очень дешево, господи, даже, ну, на наши деньги, я помню, переводила рублей 300, 400, не больше, я думала, я померила, мне безумно понравилась вот эта форма, то, что она вроде как куча вот этих переплетений, но она безумно идеально держит ногу, очень удобно, вот этот, ну, как бы большой палец, вот эта петля, которая держит, настолько она фиксирует всю ногу, вот эта петля, и в основном вот эта, очень она так хорошо держит, и вот это идеально, я не знаю, переплетение, просто безумно удобно, я думаю, что вот эта штука сделана из кожи, а все остальное, это, конечно, зам, тут тоже как бы а-ля кожа на днище, скажем так, 400 или 300 рублей, ну, безумно удобные, я померила, мне не понравились, я думаю, ну, может быть, начну ходить, буду тереть, но за такие деньги не жалко, мне дизайн понравился, и удобные они, ничего подобного, сколько, сколько, не времени, сколько расстояния я прошла, в них вообще не чувствуется, идеально, просто идеально, дальше, также в Праге, я купила туфельки, тоже их видели, от Саламандр, сначала меня смутил, вот этот белый, такой глянцевый, он, видите, лакированный такой носок, вставка такая, но потом подумала, бог с ним, ничего у меня такого подобного не было, и мне понравились они, вот этой широкой, с широкой дыркой на носке, знаете, многие туфли есть, ну, дырка на один пальчик, на полтора, у меня есть такие туфли, но, вот, никак не могу к ним привыкнуть, они, в принципе, вроде удобные, но я не могу их много носить, не нравится мне этот, вот, палец неудобно, хотя у меня он не выпирает, ничего с ногтем, как бы, никаких проблем, ничего, как у многих, как бы, бывают, да, неудобно мне, вот эта маленькая дырка, я поняла, что мой фасон, если я хочу открытый носик, именно вот на три пальца, вот сюда влезают три пальца, и прекрасно себя я чувствую в них, и у меня одна из сотрудниц на работе, когда увидела, я говорю, вот, мне так удобно, вот именно три пальца, чтобы, ну, как бы, побольше дырка, не на один палец, она говорит, да, у меня такая же ситуация, с одним просто мучаюсь, не могу, поэтому, девочки, если у кого-то проблемы, кто не может найти туфли, хочет открытый нос, попробуйте поискать, их не так много, я, кстати, заметила, что с такой большой дыркой, не знаю, почему-то вот, ну, может быть, я как-то не туда смотрю, но действительно, я мало видела именно таких фасонов, вот, у нас, я не знаю, по-моему, у нас такой модели нет, и это, скорее всего, какая-то из прошлогодних годов, с прошлогодних коллекций, ой, модель, поэтому тут, я думаю, бессмысленно у нас искать, безумно удобные, как влитые сели, супер, стоили, конечно, они на наши деньги тысяч пять, так вот, плюс-минус, по-моему, с вычетом налога даже уже, дальше, тоже в Праге куплены, очень удобные, у меня обувные покупки в Праге были, удачные, такие вот, как это сказать, босоножки на танкетке, танкетка не бутафорская, действительно, бечевка, они безумно легкие, марка Томми Хиллфигер, не могу я его выговаривать, ругайте сколько хотите, я его криво выговариваю, да, извините, Томми, вот, стоили они, распродажа была, стоили они, около трех тысяч, думаю, у нас, конечно, гораздо дороже, такая, такая бы обувь стоила, тоже, я их померила, сели изначально, как влитые, просто, мне понравилось, она не твердая, она не мягкая, ткань вот эта, она именно, она, как сказать, она держит ногу, как бы, и они считают, как чувствуют, ну, как сказать, невесомые на ноге, то есть, ну, не знаю, за счет, вот, несмотря на то, что они такие достаточно пассивные, они очень легкие, и очень мягкие, единственное, вот эта штучка, пятка, задник, он немножко твердоват, но он не трет ни в коем случае ничего, то есть, вот такие вот, кто хочет, вот посмотрите на эту марку, они, мне кажется, даже неубиваемые, вот одна подписчица мне написала, что эта марка, да, действительно, неубиваемая, проверим годами, но я думаю, что да, потому что я их, ну, как-то я обувь не особо жалею, я могу ею, ну, ногой так задеть, что-то чиркнуть, там, об стол, то есть, у меня обувь очень быстро убивается, вот эти я поносила, уже успела поносить, несмотря на то, что я, конечно, я их немного носила, но они практически в идеальном, изначальном состоянии, то есть, ничего, хотя я, бывает, за первые два дня могу убить обувь, ну, вот какая-то я такая, вот, поэтому вот такая тоже моя любимая на это лето, я думаю, что еще на много-много других лет обувь, дальше два вот таких вот, как сказать, ботинки не ботинки, туфли не туфли, я не знаю, как это назвать, это шлепанцы, босоножки, босоножки, да, это куплено в магазин, он не сетевой, он как бы, ну, сетевой, Данди называется, короче, что-то там распродажа была, тысячу, они очень удобные, за счет того, что они вот держат именно ногу вот эту, поначалу они кажутся как будто вроде как бинты на ногах, но потом присматриваешься, вроде ничего, меня поработил как бы каблук все-таки, у меня вот, если заметите, все как бы такое, ну, исключительно босоножки они такие устойчивые, да, шпильки я разлюбила, ну, и плоскую обувь я люблю, то есть, либо толстый каблук, такой массивный, основательный, как бы, с которого я не упаду, грубо говоря, либо как бы плоскую обувь, вот такое у меня предпочтение, каблук, это все пластик, но качественный пластик, ничего вообще, я просто просто, прошлое лето затаскала их, вообще, они даже не выцвели, не вытерлись, ничего с ними не случилось, Данди, вот, посмотрите, там прочная, наверное, обувь, раз эти не вытерлись, вот, хотя по одной обувке судить нельзя, такие вот боты, единственный их недостаток, это в центре куплено, что-то стоили они 500 рублей, по-моему, в прошлом году распродажей, единственный их недостаток, все идеально, ну, конечно, вот это не настоящая пробка, это наклейка, очень удобный, не ожидала от центра, очень долго носибельный, несмотря на то, что не очень люблю каблук, удобная колодка, вот это, наверное, плюсы, несмотря на то, что марка, как бы, она такая уже начинает, фигню делать, откровенно говоря, единственный минус, вот здесь они не продумали, внутри они сделали клейкую такую, ну, не клейкую, но такую вот обычную клеенку проложили, которая летом, естественно, нога начинает потеть, ну, жарко, и она прилипает, вот это неприятно, а так очень удобный, так что присмотритесь к такому модели, я думаю, что они сейчас тоже будут такие какие-нибудь выпускать, удобная колодка, удобно носить, не знаю, мне кажется, видео больше советов, чем просто показывает, что у меня за обувь, ну, в общем, вот, моя обувь, вот, если кому-то понадобится такая же, обращайтесь в центро, вот, это все было, это все основное, что я ношу, то есть, это такие вот, самые ходовые у меня, обувные моменты, вот, всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь, пока-пока!